Меня давно просили сделать и показать, как работает некиноловый двигатель. Изучив множество конструкций, я остановился на двух наиболее интересных и доступных в исполнении моделях. Но в начале, для тех кто не в курсе, несколько слов о самом некиноле. Его можно купить в интернете в виде проволоки разного сечения. Это особый сплав титана и никеля, главным достоинством которого является так называемый эффект памяти. Если такую проволоку согнуть, то она вспомнит свою форму при нагреве выше некой критической температуры, как правило выше 40 градусов. Можно просто поместить ее в теплую воду. Это полезное свойство лучше всего демонстрировать на пружинках, именно такая форма материала идеально подходит для создания некинолового двигателя. Если вы немного перестарались и растянули пружинку слишком сильно, не беда, вернуть ее к первоначальному состоянию можно при помощи более сильного нагрева. Но как же нитинол запоминает первоначальную форму, к которой потом возвращается? Давайте разберемся. Например, вы хотите сделать всю ту же пружинку из ровного куска проволоки. Тогда просто намотайте ее на круглую металлическую оправку нужного сечения и зафиксируйте. Затем при помощи газовой горелки ее нужно нагреть до температуры 500-600 градусов и дать остыть. Или сразу опустите в холодную воду. Вот и все. После такой процедуры материал запомнит эту форму. Теперь можно снять пружинку с оправки и смело подвергать многократной деформации. После погружения в теплую воду она будет возвращаться к первоначальной форме. Некоторые инженеры предлагают использовать такие пружинки в качестве силовых элементов в роботизированных системах. Схема очень простая. Электрический ток проходит по нитиноловой пружинке, нагревает ее и она сокращается. Соответственно, чем выше сила тока, тем сильнее нагрев, а значит быстрее будет сокращение нитиноловой мышцы. По-моему, неплохая идея. Но давайте вернемся к нашим моделям. Используя уникальное свойство нитинола превращать тепло в механическую работу, можно построить массу тепловых двигателей. Например, в этой простой схеме используется 6 пружинок, которые натянуты между двумя дисками. Эти диски немного отличаются по размерам, закреплены на отдельных опорах и могут свободно вращаться. Главный плюс этой модели в том, что она начинает работать при разности температур всего 15 градусов, температура воды 40 градусов и в комнате 25. Если поднять температуру воды до 50 градусов, то вращение двигателя ускорится, в силу того, что пружинки будут быстрее сокращаться. Сейчас хорошо виден секрет работы этой модели. Диски расположены не соосно, а с небольшим смещением, таким образом, чтобы под водой находилось самое короткое расстояние между ними. Тогда каждая пружинка, попадая в теплую воду, будет стремиться сжаться и повернуть двигатель вперед. В принципе, можно еще нагреть воду градусов на 10 и увеличить скорость вращения. Но это предел. Дальше поднимать температуру воды нет смысла. Пружинки просто не будут успевать охлаждаться воздухом и никакого прироста скорости вращения не будет, потому что не будет разности температур, главного принципа работы теплового двигателя. Как это ни странно, но на эффективность работы нетинолового двигателя больше влияет охлаждение пружинок, чем нагрев, потому что при охлаждении нетинол легче растягивается. И следующая модель работает, используя именно этот принцип. Представьте себе произвольную конструкцию, объединяющую четыре шкива, по которым и будет перемещаться нетиноловая пружина. Первый шкив помещается в холодную воду, практически ледяную. Второй соответственно в горячую, а два верхних являются распределительными. Очень важно правильно разместить шкивы относительно друг друга, чтобы пружина не слетала в процессе работы двигателя. Для этого нужно просто разнести их подальше. Сейчас я покажу, как надевается пружина и все будет понятно. Если что, просто остановите кадр и более детально рассмотрите расположение шкивов. Такой двигатель лучше закрепить на подставке, а под каждым из нижних шкивов разместить ванночки для воды. Теперь заливаем сначала горячую воду, не более 70 градусов, потом холодную, желательно даже с кусочками льда, и постепенно проворачиваем двигатель. Принцип работы этой модели напоминает всеми любимого барона Мюнхаузена, вытаскивающего себя из болота за собственные волосы. Когда пружина на правой стороне двигателя погружается в горячую воду, она быстро сжимается и тянет сама себя через верхний шкив из холодной ванночки, где она легко растягивается. Поэтому верхний шкив и сделан крупнее по размеру, чтобы подыграть этому растяжению. Соосно с большим шкивом установлен шкив поменьше, почти такого же размера как и нижняя. Он просто принимает пружину с горячей стороны и передает на холодную. Очень важно, чтобы эти два шкива были сделаны из резины, потому что пружина не должна по ним скользить, иначе двигатель просто не будет работать. Надеюсь мне удалось привлечь ваше внимание к этой теме. Если вы хотите знать больше о свойствах нитинола, или возникли вопросы по конструкции этих двигателей, посмотрите ролик на моем втором канале, там я более подробно разбираю все интересные модели и эксперименты. Ссылка на него будет прямо вот здесь. Ну и конечно подписывайтесь, дальше будет много интересного. Не пропусти!